Украине приходит Штайнмайер. Выборы главы государства в Германии прошли тихо, буднично и без помпы. Можно сказать в рабочем режиме. Президент, конечно, не канцлер, совершенно другие полномочия и влияния. Президент скорее фигура церемониальная и представительская. Однако я бы не спешил с преждевременными выводами. Думается, что именно избрание Штайнмайера федеральным президентом изменит эту традицию. Многое определяет масштаб личности и политический вес. Теперь уже экс-министр иностранных дел фигура влиятельная и политически активная. Со своей внешнеполитической позицией и серьезным авторитетом в мировой политике. И вряд ли захочет быть на затворках европейских процессов. А потому, мне кажется, что мы будем гораздо чаще, нежели раньше, слышать определенные сигналы и заявления из президентского дворца. И не только по внутриполитическим вопросам. Хорошо это для Украины или нет? Казалось бы, довольно странный вопрос. По крайней мере, на первый взгляд. Ведь всю внешнеполитическую деятельность в Германии осуществляет канцлер Ангела Меркль и ее министры. Отчасти это, безусловно, так. Но только отчасти. Сегодня расклады в Европе стремительно меняются. На смену бывшим тяжеловесам во многих странах приходят резвые новички, для которых устои старой Европы неприемлемы. А потому европейскую политическую конструкцию ждут в ближайшей перспективе серьезные изменения. Ну и при чем тут Штайнмайя, спросите вы? Все очень просто. Далеко не все в Германии заинтересованы в том, чтобы Ангела Меркель четвертый раз взошла на трон по итогам осенних парламентских выборах. И внешнеполитический вектор в данном случае будет играть не последнюю роль. Вопросы беженцев, антироссийских санкций, поддержки Украины и многие другие неурегулированные проблемы, из-за которых Германия теряет миллиарды долларов, порождая тем самым неудовольство своих граждан. Эти времена проходят. А потому именно Штайнмайер, известный своей позицией о необходимости возобновлять контакты с Москвой и пересматривать вопрос санкции, может выйти на первый план в противовес позиции канцлера. По крайней мере в информационном пространстве ему этого не запретишь. Что же касается непосредственно Украины, то тут позиция нового президента Германии хорошо известна. Еще будучи главой внешнеполитического ведомства, он неоднократно пытался давить на украинскую сторону в вопросе одностороннего выполнения Минских соглашений, в части принятия изменений в украинскую конституцию, предоставления отдельного статуса Донбассу и проведения выборов на оккупированной территории. Забыли? А ведь именно публичная позиция Штайнмайера часто совпадала с позицией Франции. Кроме того, уже преемник Штайнмайера на посту главы МИД очень недвусмысленно высказался в пользу отмены антироссийских санкций и скорейшего проведения выборов на Донбассе. Именно эту позицию и озвучил недавно посол Германии в Киеве, и немецкий МИД никак не опроверг этот месседж своего дипломата. Есть о чем задуматься. Так что птенцы Штайнмайера уже работают, и это только начало. Еще один аспект в связи с избранием нового федерального президента. Всем уже известна своеобразная позиция президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза и его внешней политики. Более того, говорят, что там не слишком жалует канцлер Меркель. И это, согласитесь, весомый аспект накануне парламентских выборов. Про Меркель остро нужны победы на внутреннем или внешнем фронтах. А их пока нет. Экономика стагнирует, а социальная напряженность в связи с потоками беженцев лишь растет. Следует учитывать, что и Кремль крайне заинтересован смене канцлера. А потому может вступить в свою закулисную игру и постараться помешать Меркель стать победительницей. Грязных информационных технологий в Кремле предостаточно. И лишь Штайнмайер имеет прекрасные и устойчивые связи в американском политическом истеблишменте и в новой администрации Трампа. Да и с российским министром Лавровым сохранил текстные контакты. А потому именно его мнение, в том числе по украинскому вопросу, становится на вес золота. Ему не нужны яркие победоносные марши. Он может стать фигурой мира, компромиссии на европейском континенте. Несмотря на свою не очень влиятельную должность. А если ко всему этому честь, что и во Франции скорее всего президентом станет не самый большой поклонник Украины. И как следствие антироссийских санкций, то становится очевидным. Украинский тренд в Европе заканчивается. Готов ли к этому Киев? Поживем-увидим. Некоторые фрагменты будут уже видны на Мюнхенской конференции и встрече министров иностранных дел Нормандской четверки. Тем более, что Мюнхенскую конференцию посетит вице-президент США Пенс, который, несомненно, станет ключевой фигурой этого форума. Думаю, что он привезет в Мюнхен определенные послания от своего босса, нового хозяина Белого дома. Ждать осталось недолго. Дмитрий Спивак Субтитры создавал DimaTorzok